После новогодних праздников лесную красавицу ждет незавидная участь. Чаще всего натуральную ель, которая уже служила свое, просто выкидывают на помойку. На бункерной площадке целое кладбище выброшенных елок. Некоторые из них еще свежи, другие совсем не живые, осыпавшиеся ржавые. Интернет предлагает более изощренные способы утилизации – выбросить с балкона или поджечь. Но все же мусорка – привычное место. А тем временем в Подмосковье уже второй год работают пункты приема елок в рамках акции «Подари вторую жизнь своей елке». В Пушкинском округе сдать старую ель можно по двум адресам – в городе на улице Верхняя Слободка и в поселке Правдинский на Матросово, 26. Из них будет сделана щепа, которая пойдет на компостирование для почвогрунта. Почвогрунт в дальнейшем будет использоваться для высадки новых елок. В рамках акции «Посади свое дерево» или «Лес Победы». Однако пока желающих сдать символ Нового года не так много, ведь главная проблема – донести елку до пункта приема. Она должна быть обязательно упакована в пленку, ибо машину потом придется очищать от иголок. Да и не каждое дерево влезет в машину. Самый удобный способ – донести. Компания занимается мусором, я ей сюда принес, зачем сорить в городе. Все равно сюда привезут. Проще саму принести и выкинуть. Но есть и хорошие новости. Если у вас нет возможности времени привезти ель на пункт сбора, то икон все равно забирает их с бункерных площадок. А если хотите сами внести вклад в экологию, то акция продлится до 15 февраля. Анастасия Спирина, Владимир Парфенов, Степан Кузин, Мушкинское телевидение.